Трасса 101 Приветствую! В эфире Трасса 101. Меня зовут Владимир Сметанин. В путь! Момент введения более жесткого наказания для пьяных водителей отдаляется. Апарат президента нашел в предлагаемых законопроектах существенную недоработку. В них, оказывается, отсутствует такое ключевое понятие, как состояние алкогольного опьянения. Отмечу, что ранее антиалкогольные инициативы не одобрил Верховный суд, заявив, что только увеличением срока лишения прав и появлением драконовских штрафов мало что можно добиться. В добропорядочной и, казалось бы, более законопослушной, чем Россия Англии, разразился скандал. Лондонские полицейские вывели на чистую воду инструктора, который за взятку ставил ученикам автошколы оценку «отлично», что гарантировало им бесхлопотное получение водительского удостоверения. Стражи порядка выявили около сотни таких эпизодов, в результате которых злоумышленник обогатился на кругленькую сумму. Размер одной взятки составлял порядка четырех с половиной тысяч долларов. Не секрет, что и в Кирове. Обзавестись правами можно обходными путями. Цена вопроса легко отыщется в интернете. Двадцать пять тысяч рублей. А среди наших автолюбителей немало тех, кто знает о случаях приобретения удостоверений. Да, есть такой знакомый, который покупал права. Цена вопроса не знаю. Есть знакомый, и цена вопроса 25 до 30 тысяч рублей. Оформление в течение пяти дней с регистрацией в ГИБДД. У меня брат хотел купить права. Я все-таки отговорил от этой идеи и застал его пойти учиться в автошколу. По мнению президента областного союза автомобилистов Евгения Пименова, продажу и покупку прав можно искоренить следующими способами. Чтобы у нас имелась в стране всякая база данных и соответствующие информационные технологии должны быть доступны в мобильном варианте каждому инспектору ДПС, чтобы он мог мобильно проверить, что да, какие документы были действительно выданы. Вы повысите требования к тем организациям, которые осуществляют обучение. Бороться с этим точно надо. ТРАССА-101 И в Молдавии в скором времени может появиться закон, обязывающий устанавливать на телеги, которые запрягаются лошадьми, регистрационные номера. Власти рассчитывают, что таким образом повысится безопасность дорожного движения. Ну а к тому же новые госпошлины за выдачу знаков пополнят казну. На этом прощаюсь. Будьте предусмотрительны. Пока. ТРАССА-101